К нашему эфиру присоединяется Наталья Гуменюк, начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Итак, обстрел... Слава Украине, добрый день. Героям слава. Обстрел Херсона. Прокомментируете информацию, прокомментируете о последствиях атаки. Есть ли информация о пострадавших? К сожалению, обстрелы Херсона производятся очень часто и действительно мы не можем давать информацию в прямом эфире фактически или буквально сразу же после обстрела, потому что изучаем передислокацию вражеских позиций и их настрой и прицел на те или иные локации. Видим сейчас у них повышенный интерес в том числе и к припортовой инфраструктуре, и к промышленным объектам, и к объектам критической инфраструктуры. Они нацелены не только на террор мирного населения, там где происходит попадание в жилые кварталы, а и вот на такие важные объекты. На левобережье Днепра мы перейдем к ситуации на южном направлении. В последнее время уменьшилось количество российских атак, по вашим же словам. Раньше, мол, путинские захватчики позволяли себе до 15 штурмов за сутки, сейчас речь идет о двух-четырех попытках. С чем это, на ваш взгляд, связано и возможно ли, что россияне готовятся к пополнению резервы, к какому-то масштабному наступлению? Предпосылок к созданию дополнительных ударных группировок мы там не наблюдаем. Мы видим, что постоянно формируя штурмовые группы, вражеские войска не используют бронетехнику. То есть они понимают, что те потери техники, которые они несли в самом начале, когда взялись за штурмовые действия и пытались выбить с левого берега наше подразделение, их серьезно поразили не только количеством, но и глубиной, масштабами и скоростью исчезновения техники фактически из их потенциала. Поэтому сейчас используются сугубо мясные штурмы и формируются под группы штурмовые с большой сложностью, поскольку сарафанное радиооккупационных войск очень быстро распространяет информацию про результаты такой штурмовой деятельности, когда группа возвращается с потерями до 70% личного состава. Поэтому мы видели уже попытки привлекать туда и подразделения типа «Зет». Когда закончился этот резерв, использовалась и морская пехота, и береговая охрана, и десантно-штурмовые войска. Но они требовали слишком четкого соблюдения классической тактики штурмов, то есть поддержки бронетехникой. В противном случае отказывались идти на штурм, поэтому с ними успеха такого не было. Очевидно, что руководство требует постоянного системного террора наших позиций на левом берегу. И поэтому вот видим, что они набирают хотя бы одну-две штурмовые группы для того, чтобы произвести, ну скажем так, отчитаться о проведении штурмовых действий. Но результата они пока не имеют. Постоянно отмечаются у них очень высокие потери в личном составе, и выходит, что им приходится возвращаться на свои позиции ни с чем. С нашей стороны наши подразделения продолжают работу по укреплению позиций, по возможности зачищения территории для расширения этого плацтарма. Ну вот для россиян на левом берегу Днепра действует командирская эмбарго на бронетехнику. Это ваши слова. Разъясните, пожалуйста, что это значит? Это вот и есть та тотальная экономия, о которой вы говорили только что? Да, это именно та ситуация, когда классика военной тактики требует правильного построения штурмовых действий. Когда идет подразделение штурмовиков при поддержке бронетехники. Это либо танк, либо бронированной машины пехоты. В этом случае мы видим, что бронетехнику не используют абсолютно, то есть совсем. Если раньше она их хотя бы подвозила на определенные позиции, после этого уже не приближалась, то сейчас полностью выдвижение пехотным способом. То есть мы видим, что понимая особенности рельефа местности, понимая, что с нашей стороны там техники нет, оккупационные войска также не используют технику, а пытаются бойцами на бойцов направлять группы штурма для того, чтобы выбить с левого берега, с наших укрепленных позиций, наши подразделения. То есть на людей у них эмбарго никакого нет, да? На людей эмбарго нет. Ну, очевидно, тот ресурс, которым они богаты, они используют более широко. Наши военные рассказывают о таких фактах, что россияне имитируют атаки, то есть чтобы не брать участие в местном штурме, а вот сымитировать атаку, где-то затаиться, а потом вернуться на свои позиции и рассказать, что, мол, не получилось. Вы можете такие факты подтвердить? Абсолютно не исключена такая тактика и поведение такое, поскольку это фиксировали и наши воины, и есть даже подобные видео о том, что действительно, понимая безуспешность этих действий и безысходность в смысле отказа, то есть отказаться не могут и в самих действиях смысла нет, они могут использовать вот такие хитрости. Но тут тоже наши воины понимают, что нельзя относиться к этому слишком легко верно, потому что, ну, подлости оккупантов нет предела. Они могут таким образом, присыпая бдительность наших бойцов на позициях, попытаться подобраться к ним поближе другим способом. Процитирую вас, опять же, на днях вы сказали, что на юге последнее время просматривается активность вражеской авиации. Какие районы пытаются атаковать с воздуха Росармия? Всегда ли российские атаки идут с поддержкой авиации? И как вот отразилось на возможностях поддерживать наземные действия с неба атаки вооруженных сил Украины на Крымский аэродром Бельбек и, в частности, командный пункт радиолокационного контроля на полуострове? Мы видим, что действительно активность тактической авиации снизилась, существенно снизилась, потому что действительно и утрачено частично управление этим кластером атак. И в том числе мы видим, что идет поиск новых рубежей, захода на атаку, пуска управляемых авиабомб. Это все связано с теми потерями, которые понесли авиаторы России, когда потеряли и три истребителя-бомбардировщика, и воздушный разведывательный пункт, и воздушный командный пункт. Поэтому сегодня мы констатируем, что активность тактической авиации намного ниже, но не прекращена в абсолюте. К сожалению, продолжаются пуски управляемых авиабомб. Преимущественно под ударом находится Береславский район Херсонской области, хотя фактически на прошлой неделе еще и Херсонскому району, и самому областному центру авиабомб серьезно перепадал. Наталья, традиционный вопрос. Сколько сейчас кораблей Россия держит в Черном море? Сколько из них способны нести калибры? И вот изменился ли стандартный такой набор ракетоносителей за последнее время? Никаких стандартов тут нельзя констатировать, но мы можем говорить о том, что в последнее время активность ракетоносителей в связи с выходом в открытое море повысилась. И мы видим сегодня по состоянию на данный момент уже три ракетоносителя надводные. Это 24 ракеты типа «Калибр», готовые для использования. Поэтому уровень ракетной опасности с акватории Черного моря чрезвычайно высокий. Несмотря на то, что просматривается экономия вражескими силами «Калибров», все-таки это серьезное оружие, которое относится к категории высокоточная и может быть применено по любой территории Украины, по любому объекту. Поэтому присутствие на боевом дежурстве – это всегда очень высокий уровень опасности. Мы тщательно отслеживаем эту обстановку и видим, что в этом году всего дважды были использованы «Калибры», причем в нетипичном количестве, по три в каждой атаке. Обычно использование «Калибров» все-таки предусматривает парное число. А непарное число может свидетельствовать о том, что с ракетными пусковыми установками что-то не так, что-то не сработало, что-то не получилось. Поэтому мы, понимая, что обслуживающая инфраструктура этих установок находится в Севастополе, а ракетоносители россияне были вынуждены переинвазировать в Новороссийск, видим вот эту зависимость, что использование «Калибров» не такое частое в связи с тем, что обслуживать их придется в Севастополе, а там несколько рискован. Румыния дважды на выходных поднимала истребители F-16 из-за пуска в Россию беспилотников по Одесской области. Скажите, какова вероятность, что страны НАТО могут задействовать свою авиацию? Можно еще вспомнить, что месяц назад Польша тоже поднимала свои истребители во время очередной ракетной атаки. Пока только поднимали. Румыния, наверное, как один из наиболее колоритно прочувствовавших опасность наших соседей, осознав глубину вот этой вот необходимости обеспечивать защиту своей территории, перешла к активным действиям. Потому что мы видим, что те дроны, которые все-таки были найдены на румынской территории, хоть они и были сбитыми уже, но фактически они серьезно иллюстрируют опасность, которую несет подобное оружие, баражирующие снаряды типа шахет, направленные в непосредственной близости к румынской границе. И именно использование границы россияне планировали как дополнительный щит, по имя которого мы не будем открывать огонь, мы не будем применять средства защиты, средства ПВО. Но в этом случае румынская общественность, наблюдая на противоположном берегу Дуная, как происходит попадание шахета, например, в объект инфраструктуры, и какие потом последствия, достаточно серьезно для себя осмыслили эту опасность. И поэтому поднятие истребителей в воздух – это серьезный сигнал для россиян в том числе и в целом для мирового сообщества о том, что соседнее с нами государство осознает глубину опасности, которую несет агрессия, даже не направленная непосредственно в его сторону. И знаете, я вспомнила, вот за последние полгода в Румынии они дважды вызывали российского посла, выражали вот ему обеспокоенность, но вот никакой реакции не было. Может, теперь будет. Ну, надеяться на это, в принципе, прекращать не нужно, однако уповать только на такие способы воздействия мы не можем. Мы продолжаем боевую работу. На днях появилась информация, что оккупанты испытали на фронте новые дроны, способные обходить украинские средства радиоэлектронной борьбы. По словам украинского военного и специалиста по дронам Сергея Бескрестного, это произошло именно на Херсонском направлении, подтверждаете ли вы эти данные? И если да, то есть ли у украинской армии средства для борьбы с такими беспилотниками? Очевидно, что делать выводы еще рано. Мы фиксируем факты, действительно, когда пытаемся противодействовать дроном не только огневым способом, но и радиоэлектронным. Однако раскрывать все наши варианты противодействия нет никакого смысла, потому что враг тоже учится, враг тоже делает выводы, и понимая, что мы усовершенствуем свою защиту и свои способы борьбы, он тоже пытается не отставать в этом случае и изыскивать подобные же способы. В принципе, известен способ, когда очень красноречиво и детально продемонстрировали наши же защитники, как используют дроны для сброса с них разрывных боеприпасов, и очень скоро россияне переманили себе эту технологию и теперь применяют ее против нас. Поэтому давайте будем осторожны в способах противодействия и оставим врагу элемент сюрпризности. Ну и далее на тему дронов. Морской дрон Магура доработан, скоро он принесет россиянам неприятные сюрпризы. Это слова украинского министра под цифровой трансформацией Федорова. Есть ли объекты сейчас для атак в Черном море? И, возможно, мы готовимся к дальним рейдам? Конечно, есть объекты для атак, потому что есть еще у нас временно оккупированные территории и акватории, а значит, нам еще есть над чем работать. Именно потому и происходит развитие дроновой ветви и в промышленности, и в применении в войсках. Мы видели указ президента о том, что теперь дроновые войска будут очень серьезно управляться конкретным командованием. Вот скажите, Наталья, к вопросу о том, что противник тоже не стоит на месте, тоже обучается. Не случалось ли вам или, может быть, вашим коллегам, вот обратить внимание о том, что Россия тоже в вопросе морских дронов уже чего-то достигла? Есть ли факты, есть ли какая-то информация по этому поводу? Ну, на данном этапе чего-то такого, чтобы нас серьезно поразило и впечатлило, мы не фиксируем. Хотя понимаем, что они тоже не стоят на месте, как вы говорите, и продолжают изыскивать вариации воздействия, тем более в условиях, когда их штатные единицы флота серьезно зажатые в юго-восточной части Черного моря, откуда не могут приближаться к берегам, контролируемым Украиной. И мы понимаем, что даже при осознании несоответствия мощностей флота Украины и России, даже при потрепанности определенной Черноморского флота сегодня, война, которую уже окрестили война дронов, имеет продолжение не только в воздухе, но и на море. По украинскому зерновому коридору, который вот с начала его полноценного функционирования, уже экспортировано более 22 миллионов тонн грузов. Как сейчас на данном этапе вооруженные силы Украины обеспечивают безопасность украинского морского пути? Судя по всему, очень надежно и продуктивно, потому что нам доверяют мировые судовладельцы, нам доверяет инфраструктура, Министерство инфраструктуры Украины, нам доверяет речной и морской флот гражданский. Это означает, что продолжается работа навигационного коридора, несмотря на те угрозы, которые никуда не делись, они существуют. Однако в тех условиях, что мы находимся сейчас, силы обороны нашли тот алгоритм действия, который позволит даже при наличии заминированного моря и преимущества врага в воздухе в смысле наличия авиации и угрозы ракетных ударов продолжать навигацию гражданского судоходства и давать возможность функционировать портам. Поэтому мы продолжаем свою боевую работу, продолжаем отслеживать надводную обстановку, оперативно и тщательно информировать судовладельцев, а они продолжают поддерживать экономику Украины. Спасибо, Наталья, большое за информацию и разъяснение. Будем рады вас видеть снова в эфире «Фридом». С нами на связи была Наталья Агуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины. Спокойного вам дня. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok